В израильской армии уверены, что женщины могут выполнять любую работу вне зависимости от ее сложности и степени риска. В преддверии 8 марта наш корреспондент Сергей Гранкин побывал на боевом корабле, две трети экипажа которого состоят из представительниц слабого пола. Говорят, что женщины на корабле к несчастью, но никогда не уточняют, с кем именно это несчастье должно приключиться. В случае с военно-морским флотом Израиля подобного вопроса не возникает. В израильской армии уже практически не осталось военных специальностей, на которые не могли бы претендовать девушки. А у кого возникают проблемы при столкновении с защитниками и защитницами еврейского государства, и так понятно. И хотя в большинстве языков мира пока не придумано слов для капитанов, боссманов и судовых механиков женского рода, все эти непростые функции ВМФ страны уже давно доверяют хрупким на первый взгляд созданиям. Во-первых, я хочу поздравить всех женщин с наступающим праздником. Мне кажется, что 8 марта день, который является символом борьбы за наши права. Он продолжает оставаться важным и актуальным событием. Хотя сегодня уже никого не удивляет работающая женщина. Женщина, которая выходит в море и даже командует кораблем. Но мне кажется, что до абсолютного равенства еще далеко. Да оно, наверное, и не нужно. Мне нравится иногда посплетничать, поболтать с девчонками. У мальчиков есть свои секреты, и это нормально. Но при всем при этом женщины уже догазали, что ни в чем не уступает мужчинам. К сожалению, во время праздника мы будем в море. Но все равно отметим его. Может, вкусный ужин приготовим. Как и герой Жюль Верна, Ноа стоит у штурвала с 15 лет. Но далеко не все члены ее экипажа с детства готовились к очень непростой карьере военного моряка. Боцман боевого буксира, корабля, который не раз участвовал как в спасательных операциях, так и в задержании нарушителей границы с сектором газа, еще полтора года назад не могла отличить румпель от рундука, сегодня знает свой добур даже лучше пяти пальцев. Руки на вахте в перчатках, а судно на виду и всегда готова к бою. На мне лежит ответственность за все корабельное хозяйство, начиная от продуктов и заканчивая сменой масла в двигателе. Работы много, но мне кажется, что я справляюсь с ней не хуже, а может и лучше парней. Равенство равенством, но Господь все же не случайно сотворил нас разными. В армии об этом вспоминаю только 8 марта, да и то не всегда. На гражданке чуть чаще, хотя и там политкорректность приносит свои плоды. Но, как ни странно, выполняя тяжелую мужскую работу, девушки остаются настоящими женщинами. Я уже давно поняла, что техника любит женские руки больше, чем мужские. Наши парни постоянно меня подкалывают, говорят, что я целуюсь со своим двигателем, и он из-за этого нервничает и ломается. Но я-то знаю, что мои механизмы меня очень любят и готовы сделать для девчонок корабля все, что можно. А парни просто завидуют. То, что раньше считалось мужской работой, получается у нас намного лучше. 8 марта женский экипаж встретит в море, так что цветовых поздравлений девушкам ждать не приходится. Но праздник, как известно, прежде всего в душе. А для капитана, боцмана и механика Дабура нет больше радости, чем возможность еще раз доказать себе и миру, что они в своем деле лучшие. И не полный возраст тут ни при чем. Сергей Гранкин, Анна Гордиенко, Егор Мазар, RTVI, HDOT, Израиль.